Микс Ньюс Канарадио Болтком Я хотела бы начать с вашей книги, которую мы не будем говорить о ее названии на условиях анонимности. Все-таки, как я уже сказала вам, она очень простая и проникновенная. И эта книга, это ваш разговор с самим собой? В какой-то момент, да. Можно так сказать. Или это послание самому себе в будущее? Ну, она состоит из нескольких частей. И вообще, это часть опубликованной мною переписки, когда я сидел в тюрьме. И писал просто, что со мной происходило ежедневно. И какая-то часть потом была, я уже знал, ну, и самому себе. То, что вы писали своей маме? Ну, часть, да. Ну, вот вы написали эту книгу, писали эту книгу, как вы уже сказали. И то, что она состоит действительно из переписок. Вы тогда находились в местах лишения свободы. Да. И удивительно, что вы пишете, может быть, удивительно для тех, у кого нет такого опыта, что тюрьма не вызывает у вас негативных эмоций. Ну, это просто место. С хорошими, с плохими людьми. То есть, ну, как бы, просто, как в обществе здесь. Здесь можно тоже сталкиваться с хорошими, с плохими людьми. Ну, получается, что тюрьма, как это ни парадоксально, прочитав вашу книгу, у меня сложилось такое впечатление, что она сделала вас свободнее. Она начала меня... Сейчас попробую сформулировать. Да. Она мне помогла начинать понимать себя. Что я хочу от этой жизни? Хочу ли я проводить ее всю жизнь там? Или я хочу чего-то другого? И в какой-то момент я действительно верил, что тюрьма будет для меня освобождением от зависимости. В какой момент начал раскручиваться этот глубок понимание самого себя? Вот вы помните это начало? Начало? Наверное, с того момента, когда в моей камере начали употреблять, а я сказал нет. С того момента начали происходить изменения малозаметные, но постепенно они пришли к сегодняшнему моему дню. То есть это желание жить свободно, именно без наркотиков, оно появилось у вас в тюрьме? Да. У меня была глубокая убежденность, что я буду несчастен. И вот я не буду сидеть в тюрьме, я не буду употреблять, но я буду несчастным. У меня было глубокое убеждение, что если я перестану употреблять, то я буду несчастным человеком. Все-таки как это осознание пришло? Это ведь так кажется просто, когда вы говорите сейчас, и в то же время это одно из самых сложных этапов осознания зависимости. У меня, в принципе, я очень быстро понял, что у меня есть проблемы. Вопрос в том, что я тогда искал примеры, что все употребляют, что весь мир окружающий употребляет. И мне было легче принять тогда эту реальность, что мне нравились какие-то новости, где узнали, что какой-то президент Америки курил травку. Я говорил, ну да, все, просто не столько, сколько я. А сейчас я понимаю, что это не совсем так. Я просто притягивал то, что было во мне заложено в какой-то момент. Вот у вас как раз в книге, вы упомянули сейчас этот момент о том, когда в камере начали употреблять. У вас есть глава, которая называется «Выбор», она очень созвучна с нашей программой. И вы в ней как раз описываете, что, находясь в тюрьме, один из ваших сокамерников приносит марихуану в тюрьму, в камеру после встречи. И не предлагает вам, в то же время вы ждете. Вот этот момент, он такой довольно тревожный, этого описания, как вы лежите и ждете, что вас позовут. И потом вы, как вы сами описывали, испугались того, что вы хотите отказаться. Да. Что это было за чувство страха от отказа самому себе? У человека страшно менять себя, страшно чего-то нового. Потому что не то, что мне не предлагали, там, ну это чуть-чуть по-другому. То есть, ну у меня было просто подняться и подойти. Ну да, то есть это было бы абсолютно… Ну, то есть, и это норма. Не норма для меня была то, что я продолжал лежать, то есть, ну, как бы, а не был уже в этой куче, не потрошил там сигареты и, ну, не забивал. Вот это было, ну, то есть, не норма. Все остальное, так скажем, для наркомана это норма. Вот, а по поводу страха, ну, было очень много сомнений, правильно ли я делать, ну, как бы, что возможно, я могу сейчас еще продолжить и потом перестать. Страшно было от того, что я смогу ли я. Ну, 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 это такое… Я вот сейчас вспоминаю и… Это кажется, что это все легко. Ну, то есть, для любого человека, который не употребляет, который независим, предложи выпить, то есть, ну, или там что-нибудь другое, он скажет, нет, я сегодня не хочу. Для человека, который всю свою, там, с самого раннего возраста употреблял все, что, ну, изменяет сознание, то есть, ну, как бы, для меня норма была всегда взять. И когда я впервые, то есть, ну, это было как, не знаю, как в школу пойти, наверное, какие-то такие ощущения были. И вы описываете это, наверное, чрезвычайно легко, и в то же время так страшно, и понимаешь, насколько это трудно было сделать тот самый выбор. Ну, да. Как разнаменовано, озаглавлено. Тогда это было вообще самое сложное, что в моей жизни происходило. Я совершенно легче соглашался на более страшные вещи, там, на совершение преступлений ради наркотиков, на какие-то там плохие поступки, на употребление, чем просто сказать нет. И удивительно, что вы столкнулись, в принципе, потом с непониманием со стороны сокамерников, вас стали, скажем так, над вами стали подшучивать, что вот, мол, какой здоровый образ жизни решил вести наш знакомый. И в целом, наверное, это было непросто быть под таким натиском морального давления, что все употребляют, а вы приняли решение в тот момент отказаться. Ну, там тоже надо понимать эту специфику того места, не то, что там это сложно или нет. Нет, просто там действительно, там есть… Я там пробыл какое-то достаточно большое количество времени. Последний раз это было 6,3, по-моему, года. Есть такое, что есть люди, которые переставали там употреблять, потом освобождались и продолжали. И, конечно, когда они возвращались обратно, тебя сравнивали, то есть, ну, в том числе и меня сравнивали с теми, что, ну, а, ну, так всегда делают все, то есть, ну, как бы здесь, типа, и меняются, то есть, ну, как бы возвращаются и все продолжается, поэтому… Сценарий. Ну, что это, ну, сценарий, который… схема, которую невозможно изменить. И, естественно, никто не хочет признавать… Из тех людей, кто там со мной был, то есть, ну, как бы один до сих пор сидит в тюрьме. То есть, ну, как бы у него там… ну, вот, про кого я знаю, то есть, ну, как бы один умер от употребления. И тогда это просто было как… Это же не то, чтобы подтрунивали, то есть, ну, как бы это просто, ну, ай, ну, с этим все понятно, то есть, ну, как бы сейчас строят из себя святого. Кто-то в церковь там ходил, ну, то есть, ну, не употреблял, то есть, ну, как бы, а потом выходит и забывает о том, что церковь существует. То есть, ну, и эта статистика, и я тоже самое про других так думал. И вопрос, наверное, для меня был в тот момент в том, что я не загадывал, как будет, и я вот как-то, у меня получалось придерживать, что я сейчас не буду, а потом посмотрим. И вот до сегодняшнего дня я живу, наверное, с этой мыслью. То, что марихуана – это трамплин героин, насколько это справедливое высказывание? Сегодня у меня изменилось это, ну… Отношение к этому. Отношение к этому. То есть, очень много сейчас в мире людей, которые говорят, ну, я не наркоман, я там только курю, или я не наркоман, я только кокаин раз в неделю нюхаю и так далее. То есть, ну, и я, наверное, тоже, ну, что-то подразделял, то есть, ну, как бы вот это сильные наркотики, это слабые, это такие. И в тот момент, когда я писал это, я писал, что я не знаю, сумел бы я отказаться, если бы это был героин. Когда в тюрьме, тогда как бы все… Да, да, я вот тогда это писал. Пробовали марихуан. Ну, то есть, до этого я это употреблял, всё, таблетки, там, ну, все другие, там, препараты, которые на тот момент были, то есть, ну, как бы там, ну, все опиаты, там, ну, я не буду перечислять название и суть, то есть, ну, как бы там, ну, я употреблял практически всё, чтобы изменяло мое сознание, таблетки, не таблетки, то есть, ну, а это просто было в тот момент, то есть, ну, как бы было вот это вещество. Было бы другое вещество, и, скорее всего, я очень надеюсь, что я сделал бы то же самое. Ну, вот в тот момент мне казалось, что у меня просто были сомнения, сумел ли я бы тогда, хватило ли бы у меня духа. Сейчас вы думаете, что хватило бы? Это уже произошло, я не знаю. Я знаю, что сегодня за вот это вот время, то есть, со временем прошло, это было в 2002 году, ну, вот мы сейчас сидим, у нас сейчас 2020, это там 17, 17,5 лет. Я понимаю, что за это время, за 17, мне предлагали многое. И я всегда отказываюсь, вот, поэтому… То есть, вы снова как будто оказывались в этой камере? Конечно. Каждый день я стою перед выбором. Вот я встаю с утра, и я делаю выбор. Я остаюсь лежать на диване и не думать о том, что мне надо идти на работу, ну, жалею себя о том, что мне не нравится этот мир. Или я стою и делаю что-то хорошее. Ну, допустим, прихожу сюда, и каждый день я делаю какой-то выбор, который меня приводит все равно опять к какому-то выбору. И, естественно, если я совершу несколько, там, каких-то неправильных выборов, то в конце концов мне будет казаться, что и выбрать какие-то наркотики на сегодняшний день будет, ну, типа нормально. Вот. Но пока на сегодняшний день у меня получается по-другому. То есть, ну, плюс-минус выбирать для меня правильное решение. И все-таки, несмотря на то, что вы так долго находитесь в трезвости, вы мне сказали о том, что мозг иногда дает такие обманчивые сигналы о том, что вы уже здоров, тем самым пытаясь как-то обмануть систему, что там, ну, условно, вот вы ходите на собрания, например, да, и на них ходить может быть и не обязательно, потому что, в принципе, уже достаточно времени в трезвости. Может быть, действительно вот этот глагол совершенного вида выздоровел уже к вам применим, но вы каким-то образом, вам удается с ним договориться с вашим мозгом? Я вот сейчас расскажу. Я вот только что был в путешествии. После этого путешествия был там на футбольном матче. И после этого мы поехали с людьми с телевидения. То есть, ну, я никогда с такими людьми близко не общался. То есть, ну, я поехал с ними, мы сидели в ресторане, и они там заказывали какие-то там алкогольные напитки для себя. То есть, ну, мы сидели в компании, пообщались, и в моей голове промелькнуло, то есть, ну, как бы, ну, что вот они выпили, и мы там в два часа ночи поехали каждый там в свою гостиницу, то есть, ну, как бы, что вот это красиво, нормально, и я такой же, как они, и я тоже так могу. Ну, вот у меня промелькнула эта мысль. Я с утра открываю телефон и читаю, то есть, ну, как бы, что один мой знакомый, то есть, из России, то есть, ну, как бы, там в 7.30, то есть, ну, как бы, умер от педролизировки. И в этот момент я понимаю, что вот эта вот моя мысль, вот этот вот мой выбор, то есть, ну, как бы, возьму я это сейчас, и, возможно, там кто-то другой откроет там соцсеть и увидит, а ну да, вот еще один, то есть, ну, как бы умер от срыва. И я очень четко запоминаю, то есть, вот каких-то таких у меня маленькое свое кладбище людей, которые при мне жили чистой жизнью, пытались выздоравливать, и у них не получалось, и они умирали. И вот у меня за это время, то есть, ну, как бы, уже не хватает пальцев на руках, сколько таких людей я знаю лично, которые вот при мне, то есть, ну, как бы, со мной общались, пили чай, вместе кушали, то есть, ну, как бы, и теперь они лежат в могиле. Потому что в какой-то момент они решили, что они могут. И это мне очень сильно помогает принимать решение его и не слушать свой мозг. Ну, который иногда мне говорит, что я действительно могу. Вот, это как-то так. Они решили, что могут употреблять контролируемо, ну, в том числе. Я уже не могу у них спросить. Ну, в какой-то, ну, то есть, конечно, то есть, я же тоже, ну, все понятно, то есть, кто-то сразу умирает, кто-то там, ну, какое-то долгое время мучается в срыве, то есть, ну, как бы, потом умирает. То есть, у каждого своя история, или речь не о них, речь о том, что я смотрю на этих людей, и они у меня стоят перед глазами. Их фотографии, их какие-то воспоминания, то есть, ну, как бы, и мое кладбище, оно началось, я вот говорил, что один из них лежит в тюрьме. То есть, ну, как бы, мы с ним освободились, он освободился раньше меня на месяц. У него, у нас, ну, там, первые телефоны мобильные мы купили, честно, там, на первые работы мы, там, в одно время устраивались, первые права получали. То есть, и я параллельно продолжал использовать те, ну, инструменты, которые мне были доступны, чтобы не употреблять. То есть, ну, как бы, он сказал в какой-то момент, что я могу и без этого. И перестал делать. Его сейчас уже очень мало кто помнит, ну, как он выглядел там, ну, только родственники, то есть, ну, как бы, но я с ним общался более близко. И я знаю, он, ну, похоронен в Волдерае на кладбище. То есть, вот, ну, у меня нет иллюзий, что я другой. Он же тоже, ну, не сказал, ай, ладно, всё, я сегодня употреблю, потому что я не хочу жить. Точно так же хотел, наверное, жить и точно так же думал, что у него всё получится. Он может контролировать, может отдыхать раз в неделю, может просто, то есть, ну, как бы употреблять и жить. Ну, болезнь наша такая, она смертельная. И, ну, вот это кладбище мне помогает не обмануть мой мозг, когда он мне говорит, что всё и так плохо. Ну, пока мы живы, ещё, наверное, не совсем так плохо всё. Ну, не все заканчивают употреблять, но не все при жизни, да? Да. Мы с вами уже однажды об этом говорили. И всё-таки что вы чувствуете сегодня, когда видите тех, кто продолжает употреблять, да? И, может быть, те люди, с которыми вы вместе даже проходили этот путь выздоровления, тем не менее, они сейчас возвращаются на ту отправную точку. Вот это чувство жалости или злости, или что это за эмоции, которые вы переживаете, смотря на этих людей? Я вчера разговаривал с таким человеком. Вчера разговаривал, и я понимал, что был очень странный разговор. Я ему ничем не могу помочь. Я ему могу поделиться своим собственным опытом, что у меня вот получается вот так. У него своё видение. Он мне говорит, я не хочу так жить, и не хочу себя ни в чём ограничивать. И здесь, наверное, свобода заключается в том, чтобы я отстал от других людей и отстал от самого себя. Мне не надо его заставлять жить по моим правилам. И в то же самое время отпустить от себя чувство сожаления, жалости, злости и всех остальных чувств. Я ничего не могу с этим изменить. Я ему вчера сказал, я не хочу открыть страницу в соцсетях и прочитать, что он умер. Я ему так это и сказал. Я говорю, я этого не хочу. Возможно, у тебя получится жить по-другому. Было ли мне больно? Да, мне больно. Я переживаю. Я даже могу сказать больше. Есть люди, которые со мной проходят этот путь. Я к ним отношусь каким-то особым трепетом. И для меня они удивительным образом важнее иногда, даже чем мой ребёнок или семья. Я к ним как-то более трепетно отношусь. Возможно, потому что они спасли мою жизнь и помогают сейчас это делать. И я за них переживаю. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Выбор». Я Анна Смирнова и мой сегодняшний гость – выздоравливающий наркоман. Спасибо, что вы пришли. Здравствуйте ещё раз. Да, здравствуйте ещё раз. Напомню, телефон напрямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете нам звонить и можете писать в WhatsApp, номер телефона в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Оставляйте также свои комментарии или вопросы. Наш гость попробует на них ответить. Ну вот ещё хотелось бы вернуться к вашей книге. Наверное, описание вашего утра. Утро наркомана, оно такое довольно сильное в книге. Этот момент, где вы, просыпаясь с утра, такой злой и разбитый в поисках дозы, вы отправляетесь на улицу, встречаете дворника, которого всегда считали алкоголиком. И действительно, он и есть алкоголик, но даже он смотрит на вас с презрением, потому что он уже работает с утра пораньше. И вот каково было эти взгляды на себе принимать презрительные? Я их тогда практически не видел. Я писал это потом, когда я уже не употреблял. И, ну, я сейчас, когда встречаю каких-то, то есть, ну, в жизни-то периодически мы сталкиваемся с каким-то там чрезмерно пьяными или ещё что-то. То есть, ну, они не видят то, что, ну, как на них смотрят люди. Реакцию людей. Они не видят. Для меня это было больше про то, что я-то всегда прятался за употреблением от любых негативных эмоций, от внешнего мира я всегда прятался в употреблении. И, конечно, когда я употреблял, я вообще не видел. Мне было всё равно на них, на, то есть, на мнении окружающих. То есть, ну, как бы я всегда считал себя лучше, круче и так далее. Вот. А когда я писал, я, это была, наверное, вот сама суть того, что я всегда всех осуждал, про всех думал по-другому, то есть, ну, как бы ставил какие-то ярлыки и никогда не видел себя, на самом деле, вот какой я выходил. Что я делал, как я выглядел. У меня очень мало фотографий из употребления. Вот. У меня есть одна фотография, там, что я, мой брат, и я вот могу ошибиться про третьего человека, это или мой двоюродный брат, который умер, или другой человек, который тоже умер. Ну, он был в употреблении, то есть, там, сути не меняются, то есть, ну, как бы, вот я помню тот момент, что я о себе тогда думал. У нас тогда было очень много денег. И мне казалось, что я, там, вообще, я самый-самый лучший, то есть, ну, как бы, там, человек самый крутой, то есть, ну, как бы, ну, вот все у меня в жизни. Такое ощущение собственного величия у вас было. Да, то есть, ну, в тот момент. Я сейчас смотрю на эту фотографию, мне страшно. Я выглядел сейчас, пусть, наверное, там, 20 с лишним лет, я сейчас выгляжу гораздо лучше, чем тогда, то есть, ну, и... В молодости. Да, и этот... Ну, вы сейчас молод, конечно. И этот... Вот это вот разнообразие, то есть, ну, как бы, то, что я о себе думал, какой я, и реальность, они очень сильно отличаются. Для меня это было больше про отличие реальности моей внутренней, то есть, ну, как бы, от реального мира. А с пренебрежительным отношением после приходилось вообще сталкиваться? Потому что в обществе довольно много стереотипов, даже в отношении тех, кто выздоравливает от зависимости, что, условно, там, все наркозависимые заражены ВИЧ, и ВИЧ-инфицированы, скажем. Наверное, это такое, ну, довольно распространенный, опять же, ярлык. Приходилось сталкиваться? Конечно. Но... И... Как это? Как это? Я когда освобождался из тюрьмы, тогда был заместитель начальника, и меня освобождали условно-досрочно, но я освобождался с ярлыком, что я скоро вернусь обратно. Потому что есть такая... Я рассказывал про статистику, он говорит, люди, которые там побывали один раз в тюрьме, там 70-80% возвращаются обратно. Те, кто употреблял наркотики и сидел в тюрьме, 99,9% возвращаются обратно. И, ну, там было, давай, говорит, ну, тебе места в камере не буду занимать, то есть, ну, ты все равно туда вернешься. То есть, придержу место. Ну, то есть, ну, это не придержу место, это было вот в то, что люди думают обо мне, ну, то есть, как о зависимом человеке. То есть, ну, как бы, что... Что бы я ему тогда не сказал, он бы мне не верил. Потом был такой случай, через много лет и я был в этой тюрьме в качестве гостя. И люди, которые меня когда-то охраняли, подходили и пожимали мне руку. И вот я знаю точно, что я научился, то есть, ну, как бы, что бы мне сейчас обо мне не говорили люди, которые меня не знают, каким-то образом пренебрежительно ко мне относятся. Они относятся, как мы относимся ко всем каким-то там внешним людям, то есть, ну, по наслышке, потому что кто-то о чем-то сказал, потому что мы всех сравниваем под одно. Ну, кажется, человек – это индивидуальность. И... Такое обобщение. Ну, и когда я отошел от этого, что не меня осуждают, осуждают своих родных, которые употребляли, причинили горе, кого-то, кого обокрали, то есть, ну, как бы, в квартире, то есть, ну, как бы, какие-то наркоманы. И они их осуждают, а не меня. Мне стало легче это принимать. Сегодня, я не знаю, я очень редко, когда говорю, то есть, ну, в обществе кто-то знает вообще о том, что у меня были когда-то проблемы с наркотиками. Но когда кто-то узнает, сегодня я вообще ни разу не получил осуждение о том, что я такой был. Вот. И я думаю, что сегодня я меньше завишу от окружающего мнения. И даже если мне сегодня кто-то скажет, что я конченный нарк, я скажу, да, я конченный нарк, но я сегодня не буду употреблять. Ну, сила в том, чтобы принимать это спокойно? Это не сила, это реальность. Ну, вот это, наверное, попытка то, что я очень раньше там винил, винил, то есть, ну, как бы, что я там в неправильное время рос, что у меня там жили мы не в богатой семье, что у меня там отец рано разбился, то есть, ну, как бы, что у меня очень много, что со мной произошло не так, и что все вокруг виноваты. Я от этого страдал, когда я принимаю этот мир с плюсами и минусами, мне гораздо легче жить. И тут, наверное, не о том, не о других разговорах, а вопрос обо мне, как я хочу этот сегодняшний день прожить. Вот, и кто-то скажет, что я какую-то ерунду здесь рассказал, или кто-то скажет, ну, мне понравилось. Это их мнение, я не в состоянии ограничить их свободу. Ну, вот о других, и о свободе, наверное, вы в своей книге также описываете встречу с наркодилером, и который клянется в вечной дружбе, а в действительности всего лишь, как вы позже понимаете, зарабатывает на вас и вашей зависимости. Что это за люди? Вам удалось их понять? Ведь они практически, наверное, фактически торгуют смертью. У меня жизнь такая удивительная. Вот я сейчас сижу и понимаю. У нас был во дворе друг мой, и мы приходили, кушать не было, мы приходили к ним кушать иногда. Вот его мама у меня там наливала суп, кормила нас, то есть, ну, как бы, мы чуть повзрослели, она нам продавала героин. Ну, вот. Я помню, что был какой-то момент, мы что-то украли, какую-то рыбу, мороженую лосось, я не помню, то есть, ну, как бы, ну, но я вот тогда шел и пытался ее поздравить с каким-то Новым годом, ну, то есть, ну, я искренне считал, что она меня любит, и что вот мама моя меня не любит, а вот этот человек меня любит. Конечно, я даже не думал их понять или не понять. У каждого своя история. Один продает и кормит своих детей, и не мне их осуждать. Один кто-то покупает на эти деньги машины, то есть, ну, как бы, и живет в свое удовольствие. Вопрос же не в них. Вопрос в том, что они мне были в тот момент нужны, и мы друг друга использовали. Они мне помогали доставать, я им давал деньги. В сегодняшний момент мне надо просто не пользоваться их услугами. И с осуждениями я вот, наверное, и про... Когда про меня кто-то, вот мы к прошлому вопросу возвращались, осуждать кого-либо очень легко. Очень легко осуждать, кто что делает не так. У нас вообще, ну, с моей точки зрения, то есть, у нас весь мир занимается тем, что мы осуждаем, кто как живет неправильно. И очень мало людей, которые смотрят и пытаются изменить самого себя. И вот для меня, наверное, самое главное – это пытаться изменить себя и поступать чуть лучше, чем я поступал раньше. Я не стал идеальным. Вот. Но я сегодня не иду, у меня нет ни одного телефона барыги, и я им не даю зарабатывать. И все. Вот. У нее печальная история, то есть, она до сих пор сидит в тюрьме, эта женщина, то есть, она не один раз, то есть, ну, как бы там сидела, то есть, ну, как бы, и если ее пригласить сюда, у нее тоже будет своя история, то есть, ну, как бы, ну, прокормить детей, тогда нет работы и, ну, и... Причины. Ну, причины у всех свои. Вот. У каждого там, ну, есть... Вопрос, что я не хочу сегодня быть осужденным. Ну, осуждающим, правильно ли так. У нас есть звонок, надевайте, пожалуйста, наушники. Радиослушатели на линии. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу высказать свое мнение. Ваш герой, он такой скромный, говорит, что не нужно никого осуждать. Может, это проблема нашего общества. Мы все пытаемся оправдывать, всех понять, всех лечить. У каждого своя история. Ну, вы знаете, у каждого, у каждого человека был соблазн попробовать что-то в жизни, да, какой-то небывалый кайф, или пойти в казино и заработать кучу халявного бабла, извините за выражение, и забыть о своих детей, забыть о долге, ну, просто пойти и поймать кайт. Я же один раз живу. Но просто вот люди, наверное, так и делятся. У кого-то есть чувство долга, он никогда на это не пойдет. А кто-то идет. И вот это оправдывать не нужно. Не нужно оправдывать человеческие слабости. Я думаю, что если мы будем все оправдывать, тогда это будет нескончаемая история. Будут люди опять, которые будут приходить и в наркоманию, и в казино, и ждать нашего сочувствия и оправдания. По-моему, им нет ни сочувствия, ни оправдания. У каждого человека всегда, когда-то был выбор. И он свой выбор сделал. Спасибо вам за этот комментарий. Что можете сказать по поводу мнения? Давайте расстреливать. Радикально. Вот про это я и говорю. Сегодня люди, которые меня знают, они могут, ну, там, какая-то большая часть людей скажут, что я хороший человек. Люди, которые знали меня 20 лет назад, они считают, что я конченый негодяй. У меня появился шанс к исправлению. И именно поэтому я не осуждаю. Благодаря за этот шанс. Потому что у меня был этот шанс. Почему я тогда выбрал употребление? Что произошло? То есть, ну, как бы, там, очень много всяких там психологических там мнений. Мне нравится, как Виктор Гюго написал в «Отверженных», что человеческая личность там состоит из эпохи, из семьи и окружающего мира. То есть, ну, как бы, на тот момент и она сподвигает мою личность. Я очень... Я понимаю, есть какие-то там... Я открывал дверь коммунальной квартиры, у меня напротив жили наркоманы. Ну, то есть, в соседней квартире у меня жили алкоголики. Мама работала с утками. И я, как бы, понимаю, почему я влез там и там и остался. Ну, можно осудить меня за то, что я попробовал там в 10-11 лет, то есть, ну, как бы, употреблять. Ну, хорошо. Кто-то может меня осудить и сказать, что я плохой. Кто-то скажет, что я хороший. Ну, я не говорю, что мне надо гладить по головке любого человека, который употребляет. Речь не об этом. Речь о том, что я могу ему сегодня показать свой путь. То есть, я ему могу сказать, я делал вот это, это и это, и это, и я не употребляю. Вот ты можешь попробовать и делать то же самое. Если мой сын начнет употреблять, я ему скажу, я делал это и это, но я ему не буду давать деньги, я его не буду вытаскивать из полиции, я его не буду там нанимать адвокатов и так далее. То есть, ну, как бы, я знаю, что... То есть, у него свой выбор, он живет свою жизнь, никто чужую жизнь не проживет за него. И вот это про это. Да, ну, они все люди ошибаются. Кто-то действительно идет, проигрывает квартиры там маминой. Ну, это их право, то есть, ну, как бы, страдает там, мама может простить, не простить. Но я-то здесь при чем? Что мы можем сделать? То есть, ну, как бы, осуждать можем сделать, как в советское время, то есть, ну, доску позора. И толку. Вопрос результата. Результат в том, что есть в нашей стране и в мире какие-то варианты, какие с помощью чего можно выздоравливать. И вопрос, наверное, о том, что мы не... Вместо того, чтобы сказать, что ты скотина, то есть, ну, как бы, как ты так мог, то есть, ну, как бы, ну, дать ему какой-то контакт, то есть, ну, как бы, и сказать, вот, выздоровление возможно. Попробуй это. Вот для меня в этом заключается. Ну, так-то все кретины в жизни. Когда я просыпаюсь, не в настроении, они все такие у меня. Вот. И неважно, он даже может ничего не проигрывать. Вот, спасибо. Ну, а что касается тех, кто рядом, вот вы все-таки, я еще вернусь к вашей книге, вы описываете поиск денег для дозы, и вы говорите, что обращаешься, конечно, в первую очередь к тому, к близкому, к родным. И тут даже не нужно придумывать какую-то легенду, как пишете вы, потому что созависимый всегда найдет причины для того, чтобы дать эти деньги. То есть, получается, что созависимый человек, те близкие люди, которые находятся рядом, они все равно находят оправдание, даже зная то, на что вы потратите эти деньги. Так это? Да. Почему? Почему это так? Как вы думаете? Это, наверное, лучше у них спрашивать. Но это же есть, мы все хотим быть добрыми. Мы все хотим защищать. Наверное, это тоже к тому же вопросу, который задал радиослушатель. Ну, у нас люди привыкли прощать, то есть, ну, как бы оправдывать. Это больше про то, ну, что касается меня и про кого я писал, про свою маму писал. Она у меня доктор. Она спасает чужие жизни. И, наверное, каждый раз, когда я спрашивал у нее деньги, она искренне верила, что это будет последний раз и больше такого не будет. Я понимаю, что я сейчас говорю, у меня там комок в горло подкатывает. Я хочу улыбаться, чтобы не чувствовать то, что я чувствую. А мне больно. Я постоянно причинял боль. Но она хотела мне помочь. Она не хотела мне вреда. Она меня там возила в разные откачки. Всячески пыталась, ну, как бы, меня от этого спасти, но у нее не получалось. Тут, ну, вот это и есть грань, просто, как помогать человеку. Ну, я сегодня со своей точки зрения понимаю, что если бы мой родственник употреблял, я бы ему не давал деньги, потому что это не спасение. Ну, в тот момент тогда и неизвестно, но и очень мало известно, что было. То есть, ну, это был там 99-й, 8-й год, 7-й, ну, то есть, тогда и про, ну, все, что мы знали, ну, все, что я знал про наркоманов, то есть, ну, как бы, ну, все, начал употреблять, ты умрешь, ну, все. Ну, то есть, ну, типа, уже ничего не поможет. Вот, и не знаю, ну, меня иногда спрашивают, ну, как бы, а что делать, а как помочь? У меня есть одна очень хорошая женщина, мне она очень нравится, у нее сын умер от употребления, вот она мне звонила, когда-то и спрашивала, что делать? Я ей говорил, ну, у вас хватит сил, то есть, ну, как бы, выгнать его из дома, то есть, ну, как бы, отпустить в плавание. Вот, у нее не хватало сил, нам попал мотоцикл, то есть, ну, когда он, типа, переставал, и в конечном итоге результат такой, какой он есть. Я помню и Андрея, я помню очень сильно его маму, очень, я ее видел, наверное, последний раз, года четыре назад, недавно переписывался, полгода, вот, и я понимаю, что это просто для нее была боль, и она как могла, так помогала и оправдывала. И точно так же, как при любых несчастьях, если я пойду по пешеходному переходу и меня собьют, моя мама будет винить, винить того, кто меня сбил. Если я кого-то собью, моя мама будет, ну, пытаться оправдать, что, ну, я не был пьяным за рулем, то есть, ну, как бы, просто не увидел. Ну, у каждого своя боль в этой ситуации. Ну, и вот, у кого это и про чувство вины и осуждения, то есть, ну, как бы, ну, мы не знаем, как это было. Ну, а если это мой сын будет причинять кому-то боль, вот буду я его оправдывать или я буду его осуждать? Никак. Вы одной из глав в своей книге, которая называется «Выбор, глава», так называется, вы посвятили своей маме, которая, как вы пишете, научила вас слышать голос своего сердца. Какая ваша мама? Хорошая. Все мамы хорошие. Но мама – это тот человек, с кем я до сих пор разговариваю и которая мне самая близкая. И это как-то страшно звучит, ну, вот она там доктор, у нее там высшее образование, нескончаемое, то есть, ну, количество, ну, курсов, она спасает жизни. И я вот сейчас сижу и понимаю, что, то есть, она там в 97-м году, я там был маленьким ребенком, но я уже сидел в тюрьме, она мне носила передачи, стояла там многочасовые очереди, то есть, ну, как бы, сталкивалась с тем же осуждением, то есть, ну, как бы, ну, что вы сюда приперлись, то есть, ну, как бы, ну, здесь посылка на 200 грамм больше, то есть, ну, как бы, ну, то есть, ну, как бы, и она-то страдала вообще из-за меня. И я вот очень ей благодарен, она, это и про осуждение, и про принятие, я ее, конечно, нескончаемое количество, я с нее высосал, и денег, и всего, и когда я освободился, я пытался, то есть, ну, все же хочется, ну, решить быстро, то есть, как бы, мам, скажи, сколько я тебе должен, то есть, ну, как бы, я тебе отдам, и забыли, то есть, ну, как бы, вот, у меня и денег тогда не было, я работал подсобным рабочим, она мне сказала, ну, вот, мы определились с какой-то там финансовой суммой, она сказала, отдашь тогда, когда ты сможешь. и прошло много лет, и я в какой-то, ну, раз, то есть, ну, как бы, я сидел с ней, и я вот просто разговаривал, и я понимал, что есть часть ее заслуги в том, какой я сегодня есть, и она действительно помогает мне сегодня быть более добрым, чем я хочу быть на самом деле. Она столько прощения, сколько она прощала меня, я не знаю таких, меня всегда больше гораздо осуждали люди, и сейчас, а мама, она меня принимает такого, какой я есть, и мне никогда не удастся ей морально вернуть то, что я ей причинил, и для меня это, наверное, работает так, что тогда, когда я не хочу ни с кем разговаривать, мне болит голова, но мне мама звонит или пишет сообщение, я пытаюсь ей каким-то образом ответить, поднять трубку, и уделить ей свое внимание, ну, чтобы она чувствовала, что у нее есть. Вот, а вообще, мне мама давно-давно сказала, что она мне гордится, и вот это, наверное, самое большое, что я, что я ценю в последнее время, когда мне кажется, что я плохой человек, и все делаю не так, потому что у меня там, ну, я живу простой жизнью, у меня есть взлеты, падения, разводы, банкротство, там, и когда мне кажется, что вот все закончено, а мне мама говорит, а я с первым тобой горжусь, и вот я очень благодарен за это, и, наверное, благодаря ней у меня гораздо меньше осуждений и претензий к окружающему миру, чем мне хотелось бы внутри быть, потому что сам я более жесткий, более непрощающий, как-то так. Нам уже пора заканчивать, но вот в завершении вы очень, не хочу сказать, вы очень точно, на мой взгляд, описывая состояние счастья в своей книге, это состояние, действительно, очень так точно описали его, потому что ведь людям иногда кажется, что, наверное, счастье – это что-то такое физическое, то, что можно потрогать, то, к чему можно прикоснуться, то, чем можно обладать, в конце концов, да, но вы пишете, что, чтобы стать счастливым человеком, на ваш взгляд, достаточно одной мысли о счастье. Да. Вот эта мысль о счастье, она с вами сегодня? Да, конечно. И все вознается в сравнении, я вот помню, когда я сидела в тюрьме, и ты, ну, ты не можешь там ни выйти, ни поговорить с кем-то, то есть, наконец, там ни воздуха, ничего. я вот помню одну из самых первых прогулок по морю, ну, вдоль, по берегу моря, я чувствовал этот запах, и я понимал, что мне ничего не нужно, то есть, ну, как бы, ну, вот, я когда-то мечтал об этом, и сейчас это и есть счастье, то есть, но счастье, оно не потому, что я дышу, а потому, что я просто делаю то, что, вот, я живу сегодняшней жизнью, дышу воздухом, не знаю, пришел сюда, с кем-то пообщался, с кем-то подружился, что-то новое узнал, я не знаю, съездил на игру в футбол, и счастье зависит, почему главная мысль о счастье, но если вкратце, то мой организм и все мой мозг заложено, что все не так. Когда я ставлю плюс к любому, что не происходит в моей жизни, я счастлив, и вот поэтому я думаю, что где-то большее количество счастья, то есть, оно отличается от того, что есть во мне внутри, и если я ставлю плюс к чему бы ни происходило, то я остаюсь счастливым. Спасибо. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо. До свидания. До свидания.